всем доброе утро воскресенье еду на работу знаете как любишь кататься люби и саночки возить любишь отдыхать любить и поработать еду на работу вообще снимаю на телефон потому что камеру забыла дома елисей привезет елисей у нас сегодня модель на педикюр будет показываю губы сейчас прям приближу так вот наверное плохо видно везде не хватает цвета ну в общем синяк еще есть синяк еще затягивается и сейчас что сделала я взяла крем развела с помадой на руке и нанесла ватной палочкой я попозже расскажу какой филлер колола как себя чувствую как отхожу по лесе вообще классно вообще у нее вот просто свеженькие сочные слегка пухленькие молоденькие да потому что все таки олеся уже тоже девочка взрослая у меня прям отеки синяки и до сих пор не могу подобрать слово и до сих пор верхнюю губу чувствительность наполовину только вернулась то есть прямом смысле слова я даже кусала губами себя даже иголочкой колола я не чувствую все отключу избо на телефон большие кусочки не снимаю так как потом я обрабатываю их дополнительно в видеоредакторе и потом только пересылаю на ну на на ноут да отключаюсь еду я уже дома дома я с камерой и у меня распаковка дельзик не брызгалка полюбила head & shoulders шампунь у нас миллион разных шампуней но виктория и миша попросили head & shoulders мыльно-рыльная шарм так это жидкость на работу это спонжик конжаковый для умывания это жидкое мыло бы жидкое мыло круче что еще еще салат на завтра потому что нужно будет работать салат липцием да виктория попросила салфетки на работу морковка витрия попросила на берет такой тормозок липциям и плохо не помню что еще два капучина не на работу овсянка на работу овсянка на работу знаешь что овсянка не самая классная полезная мне она нравится кефир на сейчас салфетки на работу и дынька вот и вся распаковка а теперь наверное отвечу на парочку комментариев телефон оставила в зале на зарядке потому что он целый день и он разряжен был губы у меня заживают заживают и чем больше заживают губы тем больше нравится самый популярный вообще огромное спасибо за много комментариев что губы мне идут я пока что не вижу идут или не идут просто мое ощущение мне нравится сделала и сделала все реакция мужа миша ты можешь сам сказать а нет реакцию мужа я вам ставлю у меня набирается ванна купаться я сейчас приду купаться и пока буду купаться вставлю реакцию мужа он держал он просто с меня ржал потому что я для своих родных совсем не фифа то есть я такая знаете мамаша мамка которая все решает кушать готовит убирает где надо крикнет где надо возьмет там всем трендюлей раздаст вопросы решит которая придет на встречу которая если виктория позвонит скажет мне мама нужен костюм через 15 минут мама этот костюм найдет звездочку с неба достанет и когда я приехала со своими губами первый меня увидел меха с он ржал он говорит мама это вообще не твое это просто вообще не твое второй увидел меня муж мы сняли эту реакцию он тоже смеялся он грел зачем и он ну вот его реакция пока он не снимать папу я боюсь так и папу снимал давай папу снимай сюда 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 Ну, не надо, Виктория, Миш. Я не могу смеяться. Тетя, я сходю. Ты волнуйся, что она больше у тебя есть, просто ты не заснешь. Но они сойдут, они не такие будут, не переживай. Боже, инстателка какая-то. Учим, учим, учим. Нет, знаешь, как похоже. Ой, снимает. Смотри, как вот так вот, держи. На меня? Просто, смотри. Сейчас. Ты знаешь, с бочком? Корабли стоят разбиты, сундуки стоят раскрыты. Ты в маске все время ехала? А? В маске ехала? Нет, там же темного машин. А, осадилась. А порой раз в маске ходила. Рассыпаются, дождешь. Если хочешь, будет богатый. А Олеся тоже выбудешь? У Олеси вообще не так, у меня же синяки сильные. У меня все в синяках и сильнейший отек. Ужас. Потом меня увидела дочка аж на второй день, потому что она спала. И она сказала тоже, что ей не нравится. Сейчас, когда прошло уже шестой день, у меня реакция, конечно, сильнейшая. У меня синяки. Седьмого числа я делала губы, сегодня, наверное, двенадцатый. Пятый день. Немножко заживают. Завтра будет шесть дней. Завтра сниму при свете дня. Как они? Мне нравится очень нижняя губа, как сделана. А, муж. На четвертый день, когда я стояла на рынке, муж подошел и на ухо мне сказал, пока я там что-то грузила или цветы в пакет или что, он подошел и на ухо теха сказал, ты такая сексуальная. И это так классно, потому что, несмотря на то, что ты там мама трех детей, тебе сорок два года, ты так... Миша, аж кресло развернулся. Иди и скажи, что ты думаешь про губы. И, короче... Да. Правда, да? Аня, без всяких, да? Ну, не знаю. Давай. Я противник... Да не оры! Я противник всяких там наворотов, губ, шмуб. Я, когда узнал, что хатуна собрала сделать губы, я подрастроился. Честно. Правда. Ну, когда она приехала, я увидел. Ты ржал. Ты свою реакцию... Мне было смешно, потому что... Это не вязалось со мной. Нет, потому что, ну, это был как бы не тот результат, который был конечный. А, угу. Но сейчас, реально, мне так очень нравится это. Надо сказать, что я еще не целовал. Я потиху. Они у меня какие-то... Я еще делаю размин, поразминаю. Да, сейчас Мише нравится очень. Он ходит рядом, заглядывает, все как-то так. И это как-то мило. Так что мужики, они такие хитрые. Они говорят, ой, мы за натуральность. Да плюс это денег стоит. А потом, когда видят, то такие заглядывают. Не зря же они все равно глазами провожают, знаете, там, стройненьких, подкачанных, с прессом, с губками, с волосами ухоженными. Поэтому, да, девочки, делаем выводы и сами решаем. Ситуация мое решение. То есть я решила сделать губы, да. Я просто поставила мужа в известность. Я уважаю своего мужчину, уважаю своего мужа как там мужа, как мужчину. Но, если бы муж сказал нет, я бы все равно сделала. И он бы меня не выгнал с дома, и у нас не было бы скандала. И если муж, например, захочет на рыбалку, я скажу, ой, нет, то-то, то-то. Но он поедет, у нас тоже не будет скандала. И никто никого не выгоден. У нас есть какое-то понимание, что ты человек, и это твое. Если бы я сделала губы, и мне было, ну, совсем не мое, неудачно, я же не слепая, я бы тоже это видела. Либо я бы расколола. Но даже если очень плохо, муж бы тоже, первый бы меня, наверное, поддержал муж. То есть у нас, наверное, у нас в семье уважается личное мнение. И разрешается дойти в этом мнении до каких-то, до какого-то уровня, что ли, не знаю. Я не, ну, я видела семьи, где жена шаг влево, шаг вправо, расстрел. При этом жена без работы, без хобби, абсолютно, просто максимально, насколько можно только подумать, финансово зависит от мужа. И она была неискренняя. Это женщина, и вторая, которую я знаю, то есть она была неискренняя. Она не была согласна с поступками мужа, но как бы подпевала, потому что куда деваться надо. Но, знаете, без своего мнения человек. Я не говорю, что там я финансово там независима. Я работаю, ну, я не могу вот объяснить, если вы понимаете, о чем я говорю. У нас есть нормальные, здоровые отношения в свободе. Мы разрешаем друг другу жить в свободе. Не в свободе, там, партнеров или еще чего-то. Нет, здесь у нас конкретные какие-то... Разрешаем. В смысле? Ну, я хочу, что этого хочется. Ну, как бы, да. Миша говорит, не, ну, мы разрешаем, но не значит, что этого хочется. Нет, я не разрешаю тебе. Ты говоришь всегда, что можешь. Что можешь? Можешь вообще следующее. Ты в смысле? Я не разрешаю. Я сначала твоей бабоньке волосики повырываю, а потом тебе. Ну, и не будет, и не будет никого. О, распоясался уже. Губы сделать можно. Ладно, спасибо, что вы понимаете наш юмор и за то, что у меня на канале самые адекватные зрители. Не считая Юры Чернявского, который написал, посмотрел чужую свадьбу и написал, ну, более дурацкой свадьбы никогда не видел. Я ответила, что более дурацкого комментария никогда не читала. Покажите свою. Он говорит, ну, каждый человек имеет мнение, ну, на свое мнение право. Я пишу, ну, да, я тоже на свое имею право. Человек, Юра, уважаемый пока что, если вы понимаете, что каждый человек имеет право на свое мнение, то как бы вы же понимаете, что каждый человек, каждая пара имеет право отгулять по своему мнению свою свадьбу. Да? И все. И если у вас воспитание уровня ноль, то это ваши проблемы. Но я хочу сказать, что, во-первых, покажите свою свадьбу. И даже если она, ваша свадьба, с одного человека, на который только вы, и то в ваших мыслях, мое воспитание и понимание чужих желаний все равно скажет, все равно ваша свадьба классная, даже если на этой свадьбе вы единственный человек, и то в своих мыслях. Все равно она у вас классная в ваших мыслях. А вы что? Каждый человек, у меня право, все трусы, но не все их показывают. Поэтому мнение, иногда просто нужно мнение свое, ну не показывать. Просто такая бестакность вообще. Ну бывают, одни и те же комментаторы, у них бывают фразы, как пук в муку. Знаете, пыли много, вони много, а смысла мало вообще. Ну ладно, освободились люди и освободились. Ну что ж, я скупалась и сразу у меня бодряк такой. Решила ответить еще на парочку комментариев и буду с вами прощаться. Наталья Овчарюк пишет, интересно смотреть, как вы классно отдыхаете, какие вы все дружные, губки красивые, вам очень идут. Спасибо за комплимент за губки, за то, что мы все дружные. Не то, чтобы это ошибочно, но мы обычные, мы не самые дружные с сестрами. Мы общаемся, дружим, да, дружим, но в этой дружбе присутствует все. И слезы, и упреки, и ссоры, и потом мы миримся, извиняемся, мы высказываем что-то друг к другу, у нас сталкиваются. С Олесей, кстати, мы совсем избежали вот этого, когда дети сталкиваются интересами, хотя Виктория с Нателлой как погодки, да, идут. То есть вот с Олесей никогда не было преткновений насчет детей, никогда. За что мы ссоримся? Мы начинаем все учить друг друга, как жить. Причем выглядит это так. Аленушка начинает всех учить, как воспитывать детей. Мы начинаем учить, как там что-то, короче, кто в чем слаб, тот этому почему-то начинает учить. Но это парадокс жизни всегда такой. А так спасибо. Но наша жизнь наполнена очень разными эмоциями. Настя Волкова пишет, что мне очень идут губы, красиво я помолодела. Лет на 10. И очень интересно, где вы родились, почему переехали. Это очень долго рассказывать. Где родились, почему переехали. Мы жили очень по-разному. Я все-таки потихоньку снимаю и готовлю видео факты обо мне. Потому что я не могу честно вместить в одно видео, где я родилась в Молдавии, город Телинеш. Я с многодетной семьи, старший ребенок, пяти детей. Но рассказать, как и почему я получила паспорт в 20 лет еле-еле. Или почему у меня, как человек, как-то вот я себя ассоциирую, как два имени, Тоня и Хатуна. Это имеет содержание. И это содержание лучше рассказать подробно. Я обязательно расскажу. Натали пишет, что по поводу гостей полностью согласна. Приезжает к сестре. У нее трехкомнатная квартира. Тоже живет на съемной квартире посуточно. Я бы сама жила посуточно. Я считаю, что если есть возможность жить раздельно, когда ты приезжаешь в гости, то почему бы нет. У Аленушки такая возможность есть. И она таким своим решением облегчила реально нам жизнь. Потому что у нас дети, студенты, школьники и работают. И раньше мы Аленушке отдавали зал. Виктория жила с мальчиками. Это было неудобно Аленушке. Это было неудобно нам. Мы все просто мирились с этим. Мало того, что то, что я уже озвучила. Икнуть, пукнуть, помыться, пройтись там без галтера, футболки. Это одно. У меня взрослые сыновья. Ладно, сыновья не соблазняться на тетю. Но как бы удобство, комфорт. Сами понимаете. Второй момент, это то, что сестра, мне она младшая сестра. Она пошла гулять, но сама себе, она 35-летняя женщина. Она захотела, пришла в час ночи. А я сижу, жду, пишу, где ты? Цик-цик-цик-цик, Алена, где ты? Почему тебя так долго нет? Она, Хатуна, я приду. Ложись спать, у меня ключи. А я так-так-так. Ну, то есть вы поняли. Мне-то она младшая сестра, а себе-то она взрослая тетка. Вот, и вот этот момент тоже решается. Другой вопрос, если приехали родственники или друзья на 2 дня, на 3 дня, и вам охота поговорить, то смысла, конечно, снимать квартиру или что-то еще я не вижу. А когда гостевание длится, ну, неделю-две, то это сложно. Таня Ду пишет, мне постоянно говорят, косметологи, после процедуры не массажировать ни в коем случае. Я не знаю, нам нужно, мне нужно массажировать. Многие пишут, что очень нравится вместе. Наталья Руссо пишет, я так люблю, когда вы собираетесь вместе. Мы сами любим. Собраться вместе, это здорово. И все, всем спасибо, всем пока, всем желаю хорошего рабочего дня.